Я сталкиваюсь в последнее время с таким пониманием того, что учиться нужно только в школе, в институте, ну и достаточно. Ну а мы же с вами знаем, какое сейчас обучение в той же школе, в том же институте. Ну да ладно, это была бы, знаете, такая малая беда. Моё мнение и моё понимание об обучении заключается в том, что человек, вот сколько он живёт на этой планете, сколько раз он воплощается, столько он и учится. Каждое мгновение его жизни — это урок. И каждый из нас с вами проходит именно этот урок. Обучение, друзья, это основа жизни. И если вы спросите, зачем нужно учиться, я бы сказала вот так, знаете, откровенно, прямо, просто, для того, чтобы выжить. Сейчас нужно учиться. Те люди, которые сейчас учатся, по-настоящему учатся и применяют эти знания в своей жизни, в своих семьях, к своим родным и близким — это люди, которые умело управляют собой. Те люди, кто научился именно, научился в обучении, научился управлять собой, своей жизнью и своей реальностью, они смогут пройти все те трудности, грядущие и уже сегодня существующие, уже они есть сегодня. И уже не надо ждать даже завтрашнего дня. Уже сегодня мы бы пережить всё то, что нам приходится переживать, особенно в нашей стране. Так вот, друзья мои, учиться нужно для того, чтобы жить. Когда я впервые понимала ближайшее будущее, ближайшее будущее, наверное, где-то за лет 20-25, мне открывали истину, давали знания о том, что нам с вами предстоит пережить. Конечно, меня охватывал ужас. И когда этот ужас охватывал, я думала, как найти решение, что делать в этой ситуации. Ну вот что делать, когда будут войны, катастрофы, катаклизмы, предательства, ложь, когда ложь станет нормой жизни, когда нужно будет только врать, только обманывать, и ты будешь классным парнем. Если ты будешь говорить правду, правду говорить запрещено, истину говорить запрещено, тебя будут высмеивать, на тобой будут издеваться и так далее. Я это всё видела, и мы сейчас с вами уже живём в этом состоянии жизни. Я думала, что делать, как помочь человечеству, как помочь миру. Я видела и конец этой эпохи, и завершение этой цивилизации, и самые серьёзные потрясения этой планеты. Я также их видела тогда. Я обращалась к церковникам, я обращалась к определённым людям, которые проводили определённые курсы, семинары, но всё было не то. Я видела в глазах этих людей бизнес, использование людей, та же ложь, тот же обман, который базируется на совершенно других процессах. И я понимала, единственный выход для человечества — учиться. Людей нужно научить правильно думать, правильно чувствовать, управлять полностью своей жизнью, своей реальностью, своим состоянием здоровья, правильно питаться, правильно поступать в той или другой ситуации, правильно решать свои ситуации, правильно понимать свои ситуации, правильно научиться относиться к другим людям, к миру и к себе. В общем, человека нужно было учить просто сначала, с нуля. И то, что мы видим сейчас с вами, мы видим, насколько человечество не образовано, насколько дети не образованы, как дети беседуют друг с другом, какими нецензурными словами. И понятно, что это полнейшая деградация, которая таки приведёт эту планету к полному обнулению, к полному разрушению и к полному уничтожению, где человек сам себя своими руками действительно уничтожит на этой планете. Это больно, скорбно. И я вижу сейчас, что я таки была права. Именно обучение даёт моим ученикам именно то, что им нужно для адаптации в этом очень непростом и сложном жизненном процессе. Они умеют управлять и собой, и своими мыслями, и своими эмоциями, и своей жизнью. Они решают свои земные задачи. Они — это уже люди будущего. Это другие люди. Это люди, живущие правильные, осознанные жизни. И я благодарю Создателя за то, что на этой планете ещё остались такие люди. И эти люди спасут этот мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова